За всю 40-летнюю историю рейтинга УЕФА только четырем ассоциациям удавалось быть на первом месте. Испанская Федерация была здесь 22 раза, английская 15, итальянская 13, а немецкая 10. И всё, больше никто не был на первом месте за всю историю этой таблицы. Второе место, наибольшее число раз, доставалось Англии и её клубам 16. Итальянская Федерация лидирует по числу Бронз 15. Что удивительно, Испания первая по числу первых мест, а Англия обходит её по суммарному попаданию в топ-3. Нидерланды в итоговой таблице за всю историю рейтинга на пятой строчке. Вместе с ними по пять раз на второй позиции оказывались Французская и Венгерская ассоциации. Кому-то будет интересно узнать, что СССР трижды был в топе, два раза на втором месте и один на третьем. Да, были же времена, сейчас посмотрим про это подробнее. Также Шотландия и Бельгия засветились на вершине рейтинга. За всю историю только этим десяти странам и удавалось занять места с первого по третье. Смотрите подробную таблицу. На протяжении семи лет с 1960 по 1966 года Испанская футбольная федерация была в лидерах. А вот другие места в этот период менялись завидной быстротой. В 1960 году Франция стала первой, кому досталась вторая строчка, а историческое третье место заслужила Италия. Конечно, рассказывать о каждом периоде это слишком скучно. Мы будем выделять самые знаменитые места в истории таблицы коэффициентов УЕФА. На второй год существования этого рейтинга Англия выбилась на второе место. Как вы помните, из самой первой таблицы шотландцы четырежды попадали в первую тройку. И все эти счастливые моменты пришлись на 60-е годы. Нельзя не заметить Венгерскую ассоциацию, которая впервые в 1966 году заняла историческое третье место. Пять раз подряд восходила на вторую позицию. Больше эту федерацию вместе с шотландской мы не увидим в этой таблице. Да, удивительно было видеть здесь Венгрию, особенно в наших реалиях. Если Испания правила в европейском футболе семь лет подряд, то Англии удалось закрепиться на первой строчке девять лет к ряду. Италия впервые попала в топ в 1967 году. Испания в 1967 году упала на второе место. А в следующем сезоне и вовсе на третье. И начиная с этого периода началось знаменитое испанское затмение, которое закончилось лишь спустя 13 лет. 1973 и 1974 года знаменовались взлетом голландского клубного футбола. Германия впервые оказалась в первой тройке лишь спустя 14 лет. После публикации первой таблицы коэффициентов, но уже на следующий год она поднялась на вторую ступень. А с 1976 по 1984 года повторила достижения английской ассоциации, продержавшись на вершине девять долгих лет. В 1979 году впервые в таблице коэффициентов появилась Бельгия, точнее впервые в топ-3. Чем ознаменовался следующий период? Англия в 1985 году прервала немецкое доминирование в этом рейтинге, а затем английские клубы были исключены из Еврокубков. Мы про это разбирали в истории Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Также здесь наблюдается первое появление в топе высшей Лиги СССР. Следующие два сезона Советская Ассоциация проведет на второй позиции. Многие согласятся, если бы СССР существовал и поныне, то наверняка взял бы первое место. На протяжении следующих 30 лет мы увидим только одну страну, которая составит конкуренцию большой четверки – Италии, Германии, Англии и Испании. Отметим восхождение на Олимп Италии, которая четыре года подряд была первой, затем следующие 9 лет подряд ей удавалось быть в лидерах. Кто знает, может быть итальянцы установили бы рекорд, если бы их в 1990 году не прервала бы Германия. Больше эти две ассоциации первыми никогда не будут. В 1993 году наступает рассвет французского футбола. Если помните, Марсель выиграл тогда Лигу Чемпионов, но французам никогда не удавалось завоевать первую строчку в таблице УЕФА. В 2001 году Англия возвращается в топ. Спустя 34 года испанцы возвращают себе первую позицию. И следующие 8 лет являются лучшей ассоциацией в Европе. Гегемонию Испании прерывает Англия. Ее доминирование происходит с 2008 по 2012 года. 23 года британцы ждали этих счастливых моментов. Следующие 7 лет остаются за перенейцами. Видимо, в ближайшие годы именно эти страны продолжат удерживать первое место. Кто же будет первым в 2020 году, неизвестно. Ладно, это будет Испания, Англия и Германия. Их позиции сейчас непоколебимы. И сезон, видимо, они закончат в этом составе. Мы совершили исторический экскурс, из которого вы узнали, что ведущие страны Европы практически всегда занимали ведущие места в футбольном рейтинге. За небольшим исключением. Если вам понравилось, спортивные рекомендуют узнать, сбылся ли прогноз букмекеров на Лигу Чемпионов и Лигу Европы. Будьте здоровы!